В Владикавказе В Владикавказе Вы правильно приехали, мне очень нравится то, что вы говорите, мы хотим мира на Кавказе. Я выросла в Тбилиси, у нас был мир, у меня училась в классе, у меня было 20 человек, 20 национальностей. Мы жили в мире, мы абсолютно, я любила всех. Не было у нас такого, мы этого хотим. Проблема не в Кавказе, не в нас осетинах, не в Энгушах, а в государстве. Вы приезжаете из Москвы, спрашиваете, что надо делать. Надо в Москве вам решить, что делать с Кавказом. В 1991 году сюда войну вы принесли. Тут пролилась кровь. То есть Советский Союз распался, там политики знали, что делать. Надо народы между собой рассорить. То есть пролить кровь немного, чтобы они не объединились. Они ее пролили в Армении, в Азербайджане, в Грузии, в Абхазии, в Осетии, в Энгушетии, в Нагорном Короле. Везде пролили эту кровь. Все. Теперь вы спрашиваете, как нам дружно жить. Для меня, мне кажется, что правильное мероприятие, когда люди сами вот не идут в государство иногда, а сами собираются, если им надо. Если нам надо, то мы всегда скинемся сами. На то, чтобы создать то, что нам надо самим. Это очень важный момент. Объективный смысл и проектом урегулирования, вырабатываемого в высоких столичных кабинетах, и любительского пиара на борьбе за межнациональное согласие, чрезвычайно далек от благих целей, которые декларируются в составленных наспех документах. Вот в составленных наспех целиком относятся к этому тексту. Все остальное в некоторой степени. Специально говорится. Предлагаемые у них формулировки настолько же пусты, насколько примитивны и опасны. Некометентных авторов следует не только из незнания Кавказа и живущих здесь народов, но даже прежде этого из неумения извлекать урон. Ведь все, что предлагается сегодня, в точных кабинетах, было несколько раз пройдено только на глазах нынешних благоволей. Два очевидных смысла, я вижу. Две объективные цели. Объективно совмещает этот документ. Это унификация. Идеологическое растворение жертвы преступников в мифическом кавказском обществе, которое здесь даже упомянут. В нашем случае есть и прикладная цель. Фактическое оправдание террористов. Бедные у них нет ни родины, оказывается, ни национальности. Интересно, за что же они воюют? Мне кажется, нельзя подписывать этот текст. Гришно. Меморандум обсужден по всему Кавказу. Его подписали общественные организации всего Кавказа. Осетия может оказаться тем ребенком, который откажется подписаться по меморандуму. Это ваше право. Я бы хотела, Максим Леонардович, чтобы вы услышали две наши самые главные позиции. Первое. Что, к сожалению, у российского государства пока нет внятной национальной политики. Она должна быть. И она должна быть интернациональной политикой. И мы не хотим, мы устали, нам надоело. И наша, может быть, боль как раз и в том заключается, что государство постоянно пытается разделить общество по национальному признаку. Это первое. И второе. Вот меня, например, безумно беспокоило ваше заявление о том, что пытаются, вернее, президенты вносят какие-то поправки в законодательство Российской Федерации. И разрешение каких-то вопросов будет обнесено по уровню шариатских. Это просто закон об альтернативном способе разрешения гражданских споров. Вот поверьте мне, я очень коротко сформулирую позицию присутствующих здесь. Я так поняла, что мои коллеги хотят сказать следующее. Мы хотим жить в светском государстве по законам Российской Федерации и никаким другим законам. Вот они должны быть абсолютно везде одинаковы. Как только мы начнем предлагать какие-то альтернативные варианты, мы просто создадим еще одно, один очаг напряженности. Мы приехали сюда для того, чтобы помочь нам всем. Этот меморандум не для Кавказа, поймите только. Он для всей страны по большому счету. Кавказцы живут не только на Кавказе. Кавказцы живут во всей стране. Меморандум о противодействии насилию, экстремизму и межнациональной розни на Северном Кавказе подписали уже несколько тысяч человек.